Здравствуйте, Юлия, мы рады приветствовать вас у нас в гостях. У нас в гостях сегодня врач-диетолог, кандидат медицинских наук. Юлия, вы, наверное, больше про себя немножко расскажете. Спасибо. Да, я врач-диетолог, кандидат медицинских наук и старший научный сотрудник клиники Института питания. И сегодня мы поговорим о том, как решить проблему избыточного веса, если она существует, а если ее не существует, как поддержать свою стройность без ущерба для здоровья. Юлия, у нас очень много вопросов, просто с вопросом, как похудеть, что сделать, чтобы похудеть. Всех волнует лето, хочется иметь стройную красивую фигуру. Как же все-таки похудеть? Есть ли какой-нибудь универсальный метод для всех? Ну, поскольку мы все очень разные и не универсальны, то, наверное, было бы несправедливо лечить общую проблему, пусть даже она общая, но одной таблеткой. Я очень люблю приводить такой пример. Допустим, ситуация, у человека заболела голова, потому что у него повысилось давление. У другого тоже заболела голова, потому что давление снизилось. У третьего просто, он страдает мигренью. И все эти три вида головной боли невозможно вылечить одной общей таблеткой. Должна быть таблетка, которая в одном случае нормализует давление, а повысит, в другом снизит. В третьем специальный препарат от мигрени. Такая же история и с избыточным весом. По большому счету, причина появления лишних килограммов у всех, конечно, общая. Это погрешности в питании и, как правило, избыточное потребление жира, скрытого жира, который мы не видим. Он находится в продуктах, мы его не видим. А потом думаем, почему мы вроде бы едим мало, а лишние килограммы все появляются и появляются. Но в то же время предрасполагать к полноте, к увеличению массы тела могут и другие причины. Это могут быть гормональные нарушения, это могут быть различные дефицитные состояния, дефицит витаминов, минеральных веществ и так далее. И в первую очередь необходимо выделить причину, выяснить, в чем причина. И потом уже заниматься коррекцией состояния, которое выявлено, и нормализовать питание. То есть все очень индивидуально. Нельзя всех вылечить одной таблеткой. Давайте мы тогда попробуем зачитать вопрос пользователю. Попробуем индивидуальному помочь. Давайте попробуем. Пишет нам Анна из Сибири, 26 лет. Здравствуйте, Юлия. Скажите, по какому принципу лучше подбирать продукты на завтрак, на обед и на ужин? Какое количество углеводов, жиров, белков и минеральных веществ необходимо употреблять в качестве суточной нормы, чтобы поддержать нормальную фигуру? Спасибо за вопрос. На самом деле у меня по этому поводу уже вышло две книги, в которых очень подробно и, на мой взгляд, достаточно доступно, по крайней мере, я старалась доступно и легко, изложить основные правила питания для тех случаев, когда нет существенных проблем со здоровьем, но есть желание навести порядок в собственном питании и питаться, соответственно, потребностям нашего организма. То есть у нас существуют определенные потребности. Знаем мы об этом или нет? Согласны мы с этим или нет? Наш организм нуждается совершенно в определенном количестве белка, жира, углеводов, клетчатки, витаминов и минеральных веществ. И если мы не будем поставлять своему организму все это количество этих компонентов, то могут начаться проблемы со здоровьем. И одна из этих проблем – это появление лишних килограммов. Поэтому для того, чтобы правильно питаться, во-первых, нужно правильно начинать свой день. Должен быть полноценный завтрак. Это, пожалуй, единственный прием пищи, в который мы можем позволить себе все, что хотим, без ущерба для фигур. Да, а много не успеем сесть. Обычно, если человек работает, а мы в большинстве своем работающие люди, вот как раз это прекрасная возможность наполнить тарелку тем, чем хочется, чем-то вкусным. Но самое главное – знать, какое наполнить, чтобы этот завтрак был полезным. Ну и, естественно, начинать свой день, завтрак, обязательно нужно с белка, с белкового блюда. То есть это может быть омлет, это может быть то, что осталось с ужина, курица, мясо, рыба, даже это допускается, или просто яичница на скорую руку. Обязательно должен быть углеводный гарнир. Я говорю о гарнирах из круп, макаронных изделий или картофеля. Эта порция углеводов нам необходима с утра. Это наша энергия. И этот гарнир, если мы позволим себе с утра, он будет абсолютно без ущерба для фигуры. Ну и в идеале, конечно, лучше дополнить тарелку чем-то из овощей, фруктов или ягод. Буквально небольшое количество. Бросить горсть ягод в кашу. Или просто украсить тарелку яблоком или морковью, или чем-то из овощей. Это идеальный вариант. Ну и, конечно, привычный горячий напиток. И даже позволительно с сахаром. Если нет противопоказаний, если нет сахарного диабета, то сахар в горячем напитке – это тоже необходимая энергия для нас. То есть тарелка не должна быть наполнена каким-то одним компонентом. Там должны быть представители всех групп продуктов. И белки, и углеводы, и клетчатка. Ну и допускается небольшое количество жира. Но это именно на завтрак? Да, это на завтрак. А обед и ужин? Обед и ужин по своей структуре практически такие же. Единственное, что в обед и ужин, наверное, порция углеводного гарнира будет лишней. В обед желательно, чтобы был суп, жидкое, горячее блюдо. Обязательно белок, снова белковое блюдо, и овощной гарнир. А ужин должен быть легким. Поэтому на ужин в тарелке остается белковое блюдо и овощной гарнир. Или овощной гарнир можно заменить супом. Это достаточно сытное блюдо, но низкокалорийное, которое позволит нам остаться сытыми и в то же время быть стройными. Лариса Чернышева спрашивает. Когда я нервничаю, то не замечаю, как жирует. Потом мне очень плохо. Что делать? Если не нервничать, не получается. Лекарство успокаивающее на нее уже тоже не действует. Как во время стресса и нервов прекратить кушать? Или может быть можно что-то жевать не менее калорийного? Можно. Что-то не такое вредное? Конечно, можно что-то жевать. Это в первую очередь, наверное, фрукты. Они вкусные, сладкие, свежие, ягоды. Тем более сейчас сезон. Пожалуйста, это будет абсолютно без ущерба для фигуры. Но вот эта ситуация со стрессом, когда повышенный эмоциональный фон, ее тоже нельзя оставлять без контроля. Все-таки нужно обратиться к специалисту, который бы помог разобраться, что именно вызывает стресс, почему такая реакция. И в этих случаях даже может быть назначение каких-то легких препаратов, которые помогут контролировать свои эмоции, поддерживать ровный эмоциональный фон. И, следовательно, не будет таких погрешностей. Юлия Токарева пишет. Здравствуйте, Юлия. А как правильно питаться при гастрите? Все зависит от фазы заболевания. Если заболевание в острой фазе, с болями, то рекомендуется механическая и химически щадящая диета. Структура питания практически такая же, о которой я и говорила. Белковое блюдо должно быть в каждый прием пищи. Другое дело, что это блюдо должно быть измельчено в виде беточков, тептелей и так далее. И гарниры тоже должны быть измельченные, полужидкие, без острых специй, без специй вообще и желательно поменьше соли. Такое питание должно быть на период обострения заболевания. Когда обострение прекратилось, наступила ремиссия, можно переходить к обычному питанию. Пишет нам Тихмина Асану. Юлия, а сколько можно съесть по объему? Тарелку, кастрюлю, кружку. Говорят, что надо есть часто, но маленькими порциями. Да, это совершенно точно. Это очень действенный и эффективный совет. Ну, что касается объема, то вполне достаточно тарелки диаметром 25 см. Главное, чтобы эта тарелка не была заполнена каким-то одним видом продуктов. И, кстати, разнообразие. Это один из главных принципов здорового питания. В одной из своих книг, она называется «Метод тарелки», я как раз рассказывала о том, как правильно заполнять тарелку и какую часть должен занимать каждый компонент этой тарелки. пишет нам, скажу, Виктория. У меня рост 165 см, а вес 54 см. Это нормально? Это нормально. Это нормально. Ну, понятно, что каждая девушка хочет быть еще стройнее, еще красивее. Но для того, чтобы совершенно точно убедиться в пределах нормы массы тела, или есть избыток, или дефицит, я могу посоветовать достаточно простую формулу, формулу вычисления индекса массы тела. Сделать это очень легко вычислить. Нужно рост перевести в метры. То есть в какой девушке рост? 165. Да. То есть мы 1,65 возводим в квадрат и потом массу тела, существующую, делим на этот квадрат роста. Таким образом мы получаем величину и индекс массы тела. В норме он должен составлять от 19 до 25. И если получившаяся цифра в пределах этих значений, то значит у вас нормальная масса тела. Если больше 25, это уже избыточная масса тела. Если меньше 19, это дефицит массы тела. Тоже проблема, которую нужно решать. Ирина Николаева. Я сидела на гречневой диете месяц. Испортила себе желудок. Молочку вообще не переношу. Что делать? Как питаться? Сахар не ем вообще. Вот. Сахар не ем вообще, но сижу на гречневой диете. То есть хочу похудеть и ем одни углеводы. Это не совсем логично. Хотя гречневая крупа, безусловно, очень полезна. Но не нужно забывать о том, что эта крупа, по большому счету, такая же, как и все остальные крупы. Ну, в ней немножко больше белка, немножко больше железа. Но она от этого углеводами быть не перестала. Поэтому возвращаюсь к одному из предыдущих вопросов. И скажу, что крупы – это исключительно гарнир. И если мы хотим стать стройнее, то нужно позволять себе такой гарнир только один раз в день и желательно в завтрак. И обязательно к белковому блюду. Пишет нам Умка. А вы и детский диетолог тоже? Нет. У меня специализация терапия. То есть это внутренние болезни, заболевания взрослых. Но я работаю в клинике Института питания. И в нашей клинике есть отделение педиатрической диетологии. Оно называется отделение педиатрической гастроэнтерологии, гипотологии и диетологии. И доктора, которые работают в этом отделении, занимаются и детским ожирением в том числе. Сейчас она спрашивает. А если есть и сила, и воля сидеть на диете, только эти качества между собой не дружат? Что делать? Как быть? Это совершенно нормальная ситуация. Здесь дело в том, как человек осознает, как он представляет вот эту историю, когда нужно изменить питание. Очень частое заблуждение у всех, что если сесть на диету, как эта фраза обычно звучит, то это значит ограничивать себя. А дальше идет список. Завтрашнего дня мне нельзя. И список того, чего нельзя. Конечно, не будет тогда ни силы, ни воли. А вот если с другой стороны подойти к этому вопросу, если четко знать, что нужно успевать съедать сзади, не фиксироваться только на этом списке, то будет у вас и сила, и воля, и результат. То есть написать список, что я должна в списке. Да. Но для того, чтобы написать такой список, нужно знать, из чего этот список состоит. Да, но я могу облегчить задачу, сделать подсказку, в моих книгах все это описано. И, безусловно, консультация врача все-таки не помешает, потому что прежде чем придерживаться каких-то ограничений в питании или как-то менять свое питание, хорошо было узнать об исходном состоянии своего здоровья. Угу. Продолжение следует. Конечно. Обратиться к врачу. Угу. Любовь пишет. Все спрашивают, как похудеть, а у любого другая проблема. Здравствуйте, у меня патологическая нехватка веса. Что мне нужно добавить в рацион питания? Я могу набрать 3-4 килограмма, но я очень эмоционально теряю быстрый вес. Со здоровьем все хорошо, не болит. Ну, обязательно начать с того, что обратиться к врачу. Такая ситуация может быть при различных заболеваниях, например, при заболевании щитовидной железы, гиперсириоз, когда ускорен обмен веществ, когда очень много сжигается энергии, и это заболевание, конечно, чревато очень серьезными последствиями. Во-первых. Во-вторых, дефицит массы тела – это тоже серьезная медицинская проблема. Нужно выяснить причину этой ситуации. Это можно сделать, только обратившись к врачу. И затем уже, в дальнейшем, после этого заниматься нормализацией питания. Здесь уже может помочь диетолог. И здесь навстречу придут, должны прийти специализированные продукты, которые добавляются в рацион. Как правило, это продукты в виде различных смесей или напитков с заданным химическим составом, с совершенно четким составом белковым, аминокислотным, жировым и углеводным. Они богаты витаминами и минеральными веществами. И именно эти продукты помогают достичь нормальной массы тела. И вот после достижения нормальной массы тела можно переходить на обычное питание. Потому что в данной ситуации обычными продуктами мы можем и не помочь. Потому что они больше энергии будут отнимать на свое переваривание и усвоение, чем в итоге давать. Поэтому обязательно нужно подключать специализированные продукты. А какие, это уже может подсказать только специалист. То есть заочно мы сейчас эту ситуацию не вылечим. Юлия Серебрякова. Обязательно ли физические нагрузки для похудения? Очень желательно. Если не физические нагрузки, то по крайней мере какая-то элементарная двигательная активность. Главное, чтобы она была регулярной, не менее двух раз в неделю. И обязательно, чтобы она доставляла удовольствие. Потому что если вы будете заставлять себя ходить в тренажерный зал. Или куда-то еще заниматься тем, что не очень нравится, но надо. То, как правило, надолго нас не хватает. А двигательная активность, она должна быть частью нашей жизни, если мы хотим быть стройными и здоровыми. Поэтому нужно выбрать такой вид двигательной активности, который дарит положительные эмоции. А вот какой, это уже нужно подумать и выбрать самим. Что это будет? Танцы или аэробика. Или лыжи, или коньки. Кому что нравится. Главное, чтобы это стало частью жизни. Валера, Валерия. Кем днем, как рассказываете? А к вечеру после 19 очень хочется есть. Чем сбить эту охоту? Что это вечная проблема у всех. Это вечная проблема, как правило, у тех, кто не успевает завтракать, либо завтракать неполноценно. То есть, чтобы разорвать замкнутый круг, нужно начать новый день с нормального полноценного завтрака. Хочется, не хочется, хотя бы по две ложки каждого вида продуктов, то есть белковое блюдо, углеводный гарнир. И вот это нужно съесть. А если вечером очень хочется есть, то можно позволить себе дополнительно тарелку, например, супа. Лишних калорий мы с ним не получим, а сытость будет вполне настоящая. А суп любой можно есть или есть какие-то ограничения? В общем-то, любой. Если нет каких-то противопоказаний специфических, да, каких-то серьезных проблем со здоровьем, типа подагры, то суп может быть любой. Здесь ключевое слово – суп. Горячее, низто-калорийное блюдо. Сергей спрашивает. Подскажите спортивную диету для набора мышечной массы. Для набора мышечной массы необходим, во-первых, комплекс специальных упражнений. Их можно получить у квалифицированного тренера. И специализированные продукты, которые бы не позволяли истощаться собственной мышечной массе, и наоборот, поддерживали бы ее аминокислотами, дополнительным аминокислотным составом, а также витаминами, минеральными веществами. Существует целый ряд специализированных продуктов для спортивного питания. И подбирать их заочно – это тоже, наверное, не совсем правильно. Поэтому здесь нужно обратиться к специалисту по спортивному питанию и обсуждать этот вопрос лично. Ясно одно, что в этой ситуации дополнительное питание необходимо. Маргарита пишет. Я сбросила 24 килограмма с 80 до 56 при росте в метр пятьдесят четыре. Однако уже год вес не уходит. Посоветуйте, что делать. Есть 42 года. Может быть, Маргарита уже достигла своего идеального веса? Может быть, стоит приостановиться? Дело в том, что мы всегда хотим быть, как я уже говорила, и стройнее, и красивее, но при этом нужно осознавать, что здесь, в этой ситуации, главное не навредить. Поэтому нужно просто посмотреть на себя свежим взглядом, другими глазами. Обновить гардероб и понять, что, в принципе, это все уже хорошо для того, чтобы не приобрести новую проблему, связанную с дефицитом массы тела. Антонина. Меня интересует вот какой вопрос. Все вокруг пишут и говорят, что нельзя пить во время и после еды. Это вредно. Скажите, пожалуйста, с чем это связано? И касается ли это горячих напитков? Чай, кофе или только воду нельзя? Если горячие напитки тоже нельзя, то как быть с супами? Вот очень хороший вопрос и очень логично построен. Действительно, если нельзя запивать еду, то что такое суп? Все правильно. И, в общем-то, здесь в этом вопросе уже и прозвучал ответ. Конечно, вот это категоричное утверждение, которое мы изредка слышим или видим, где-то это пишется кем-то, конечно, оно не имеет под собой какой-то серьезной основы. Почему? Потому что организм наш достаточно умно устроен. И чашка какого-то напитка во время приема пищи никогда не навредит. Тем более, что у многих народностей существуют традиции многолетние, многовековые каждый прием пищи сопровождать каким-то напитком или чаем, или водой, или молоком, или вином, неважно. То есть мы видим, что это вполне естественно и ничего вредного в этом нет. Что касается супа, то, если так посмотреть, если мы съедим тарелку какого-то нежидкого блюда и запьем потом напитком, то в желудке в итоге образуется суп. Это, наоборот, усиливает насыщение и позволяет уменьшить калорийность питания. Поэтому делайте так, как вы привыкли. Или если вы испытываете чувство жажды во время еды и вам хочется запить, то это можно делать совершенно без ущерба для здоровья. Ещё она спрашивает. Юля, а ещё говорят, когда больше кушаешь овощей и фруктов и пьёшь воду, то быстро и заметно худеешь. Это правда? Это правда. Когда мы начинаем есть больше овощей и фруктов и ещё пить воду, мы таким образом уменьшаем калорийность своего питания. Мы меньше потребляем лишних калорий, лишних жиров. Главное следить за тем, чтобы мы потребляли достаточно белка. И такой способ действительно эффективен. Я даже больше скажу. Существует рекомендация Всемирной организации здравоохранения по потреблению овощей и фруктов. Их должно быть не менее 400-500 граммов в день. Полкилограмма овощей и фруктов в день. Это значит, нужно съедать не менее трёх фруктов и двух овощных гарниров. Если мы хотя бы будем следить за этим пунктом, это поможет нам существенно снизить калорийность нашего питания. Нана спрашивает. А как Вы относитесь к белковой диете и приёму левокарнитина? Смотря о какой диете идёт речь. Существует целая линейка, целый спектр белковых диет, к которым относятся диета Аткинса и Дюкана, и кремлёвская диета, и очковая диета. В общем-то, основа у них неплохая. То есть организм не остаётся в дефиците белка. Но при этом нужно помнить, что избыток белка тоже может быть вреден. И нет смысла при соблюдении белковой диеты ограничивать себя в таких углеводах, как овощи или фрукты. Они и так низкокалорийны и лишних калорий не содержат. Поэтому всё-таки мы возвращаемся к тому, что питание должно быть разнообразным. Да, белковое блюдо должно быть в тарелке 3 раза в день, для того, чтобы не было дефицита белка. Но при этом вполне можно разнообразить это блюдо и овощным гарниром, и даже углеводным, но достаточно один раз в день. И не забывать о горячих, низкокалорийных блюдах-супах, ну и о перекусах в виде фруктов и кисломолочных напитков. Даниил пишет. Говорит, что он подросток. Рост 150 см, а вес под 70. Все смеются, аж до слёз. А похудеть физически никак не могу. Нет силы воли. Пробовал несколько раз, не получается. Что посоветуете? Посоветую навести порядок в своём питании и выбрать какой-то приятный вид двигательной активности. Ну, а первое, это, наверное, следить за количеством жира, который мы потребляем, и уменьшить его поступление. Потому что на самом деле здесь всё просто. Меньше потребляем жиров и начинаем худеть. Избыток жира в питании приводит к избытку жира на боках и на талии. А для того, чтобы ограничить поступление лишних жиров, достаточно следить за тем, чтобы продукты и блюда не были жареными, с высоким содержанием жира, более 5%. И из всех видов тепловой обработки выбирать только тушение, отваривание, запекание, главное не обжаривание в масле. И этих небольших действий будет вполне достаточно, чтобы начать худеть. Лина спрашивает, как правильно и когда правильно пить воду? До еды, во время еды или после еды? Можно ли пить на ночь молоко или предпочтительнее кефир? И должно ли отличаться питание после 40? Что касается питьевого режима. Вообще, конечно, нужно всегда ориентироваться на чувство жажды. Если хочется попить, лучше попить, причём лучше воды. Потому что остальные напитки могут не насыщать наш организм водой в должной степени, потому что многие из них могут обладать мочегонным эффектом, то есть больше жидкости выведут, чем нам дадут. К этим напиткам относятся, как правило, зелёный чай, кофе. Сладкие газированные напитки вообще не относятся к напиткам, которые утоляют жажду. А во время еды, до или после, ну это, наверное, индивидуальные предпочтения. Главное не забывать. Не забывать о том, что нужно в течение дня выпить хотя бы 2-3 чашки обычной питьевой воды. То есть не 2,5 литра? Нет. 2,5 литра – это потребность нашего организма. Очень средняя. В среднем, если взять, ладно, потребность будет 2,5 литра. Но это не значит, что мы должны выпивать 2,5 литра воды в сутки. Дело в том, что в нашем организме вода может образовываться сама, она и образуется до 500 мл в сутки. А литр жидкости мы получаем из привычных нам продуктов питания. И в итоге остаётся сколько нам получить с жидкостью, с общей жидкостью? Литр-полтора. И в эти литр или полтора входят все напитки, которые мы пьём в течение дня. И главное, чтобы из этого литра хотя бы 2-3 чашки было обычной питьевой воды. Просто вода. Но при этом могут быть какие-то различия. Например, в жаркое время нам нужно больше жидкости. Зимой нам нужно, можно и поменьше. Если мы активно занимаемся спортом, то тоже жидкости нужно принимать побольше. Но по большому счёту не 2,5 литра. И тем более не 3, не 5. Главное, чтобы не меньше полутора литров в сутки жидкости мы потребляли. Всё будет хорошо, спрашиваю. Здравствуйте, Юлия. Что делать, если вроде бы поел, а через полчаса опять хочется что-то перекусить? Но вроде бы и голода особо не чувствуешь. Очень хороший вопрос. Очень хороший вопрос. Дело в том, что очень часто жажда маскируется под чувство голода. Поэтому, когда вы поели, а через час испытываете желание съесть что-то ещё, попейте воды. Возможно, это просто жажда. Воды попить. Пишет нам Зинаида. Мне 65 лет. У меня бронхиальная астма и больные суставы. Похудеть просто необходимо. Но из-за суставов я мало двигаюсь. Возможно, вы что-то посоветуете, когда нет возможности. Ну, конечно, я могу посоветовать обратиться в клинику Института питания. У нас в клинике много таких пациентов, которые из-за избыточного веса, из-за ожирения имеют проблемы с суставами, необходима операция, а при операции нужно похудеть. Если возможности обратиться в клинику Института питания нет, то, конечно, я могу посоветовать книги, в которых у меня всё достаточно доступно изложено, и в этой ситуации они вполне могут помочь. Наталья Родионова пишет. Добрый день. Не могу похудеть. Вес 83 килограмма. Рост 168 сантиметров. Куча болезней. Весь, перечисляют все кучи болезней. Ест она 4-5 раз. Отварное. Но не может похудеть. Ей 34 года. Здесь вопрос, а что ест? Что именно отварное? Да, а что отварное? Наталья, у вас есть возможность дописать, что вы едите. Мы вам тогда сможем ответить более точно. Ну, здесь главное соблюдать правильную схему питания. Система должна быть разумной. Питание должно быть балансированным. То есть в каждый приём пищи должно быть белковое блюдо. Гарниры преимущественно должны быть овощными. Стараться не есть жирную пищу, которая обжарена в масле. И контролировать жирность продуктов, которые мы покупаем в магазине, чтобы она была не более 5%. И побольше овощей и фруктов. Леся спрашивает, можно ли похудеть и стоит ли это делать во время кормления грудью? Или ничего не надо пока делать, а просто дождаться, когда закончится кормление? Вот здесь вопрос, конечно, очень деликатный. И лучше бы, на все, конечно, эти вопросы лучше отвечать лично. Но насколько нам сейчас позволяет возможность, вот настолько я отвечу. Кстати, в одной из моих книг «Фактор стройности» есть целая глава, которая посвящена тому, как похудеть после родов кормящей мамочке. Дело в том, что в этой ситуации нежелательно какие-либо ограничения, поскольку организм женщины обеспечивает и себя, и обеспечивает питанием ребенка. Но при этом какие-то легкие правила вполне можно соблюдать, которые будут без ущерба для здоровья мамочки и для здоровья ребенка. В первую очередь это ограничение жирности продукта. Дело в том, что когда мы не контролируем, какие мы продукты едим, с каким процентом жирности, жареные они или нет, если мы получаем избыток жира, это отражается и на составе молока. То есть жирность молока тоже повышается. А это, в свою очередь, может очень неблагоприятно отразиться на самочувствии малыша. То есть будут боли в животе, ребенок будет плакать, будет болеть животик. Для этого достаточно следить за жирностью продуктов, отказаться от жареных блюд, но необходимо употреблять достаточное количество белка, может быть даже уже не 3, а 4 порции в день. Обязательно включать молочные продукты, творог до 5% жирности, потому что белковый компонент грудного молока – это постоянная величина. То есть если женщина не получает достаточно белка, в молоке его будет достаточное количество, а вот у женщины будет дефицит. А когда мы не получаем достаточное количество белка, мы автоматически получим избыток жира и углеводов, потому что мы обязательно съедим где-то что-то незаметное, совершенно что-то лишнее. Вот, поэтому правильно выстраивая рацион, ограничивая поступление излишнего жира и, сделав акцент на жидкие блюда, возвращаясь к супам, к полужидким или к жидким кашам, таким образом мы сможем уменьшить калорийность питания. Я бы даже сказала, что в данной ситуации супы – это просто спасение. Одна или, а еще лучше, две порции супа в день вполне помогут избавиться от нескольких лишних килограммов и при этом быть сытой, стройной и без ущерба для здоровья малыша. Анжелика пишет. Я вот поднимаюсь на седьмой этаж по лестнице, на руках груз 11 килограмм в виде ребенка, а вес как был, так и стоит. Как же так? Ну, возможно, в питании все-таки каких-то изменений не происходит. Вот в чем дело. Нагрузка – это хорошо. Нагрузка отнимает энергию. Это дополнительные энерготраты. Но если мы не пресечем поступление лишних калорий, то результата может и не быть. А как пресечь поступление лишних калорий, я уже говорила. Прежде всего, они к нам поступают вместе с лишним жиром, который мы, как правило, не замечаем в продуктах. И вот если этот показатель контролировать, то можно вполне добиться успеха в достаточно короткий период. Наталья спрашивает. Большая тяга к сладкому. Как быть? Ну, желательно, конечно, исключить какие-то проблемы со здоровьем и обратиться к врачу, как-то обследоваться, сдать анализы, которые врач назначит. Если никаких проблем со здоровьем нет, то сейчас самое время заменить сладости сладкими фруктами и ягодами. А в дальнейшем просто выбирать сладости с низким содержанием жира. Или вообще без него. Наталья Гладкова спрашивает. До какого времени можно есть простые и сложные углеводы? И почему надо есть 4-5 раз в день? Я и маленькими порциями 200-250 грамм, и все равно не могу есть так часто. Ну, если мы будем есть менее 3-х раз в день, мы, конечно, нанесем удар и по желудку, и по пищеварительной системе в целом, и вообще по здоровью по-своему в целом. Поэтому все-таки нужно стараться питаться часто. Но что значит 5-6 разовый режим питания? Конечно, в обычном представлении кажется, что это невозможно. Но дело в том, что такой режим питания состоит прежде всего из 3-х основных приемов пищи, к которым мы привыкли. Это завтрак, обед и ужин. И 2-х или 3-х промежуточных между основными приемами пищи. И вот эти промежуточные приемы пищи или перекусы могут состоять из фруктов и кисломолочных напитков. Например, яблоко и йогурт, например. Или творог, йогурт и чай вполне. Тоже очень достойный перекус. И последний перекус допускается за час до сна. Ну, как правило, это кефир или молоко. И именно такой режим питания позволяет насыщаться малыми порциями и уменьшать суточное потребление калорий. И если задаться целью, это все вполне реально. Всегда можно в течение дня, даже в течение рабочего дня, найти время для обеда и для двух перекусов. Для этого достаточно, ну, может быть, 2 раза по 7-10 минут. И это сразу отразится и на внешности, и на здоровье. В лучшую сторону. Виктория спрашивает. Если заниматься бегом, можно ли скинуть 2-5 кг в месяц? Или кататься на велосипеде? Если заниматься бегом, можно очень хорошо потерять и 2, и 5 кг в месяц. Другое дело, какой режим вам больше подходит? Кому-то больше нравятся утренние пробежки, кому-то вечерние. Но, на мой взгляд, эффективнее, наверное, все-таки вечерние пробежки, которые происходят через час-полтора после легкого ужина и за час-полтора до сна. Таким образом, мы позволяем организму потратить массу энергии в течение уходящего дня. И за ночь он будет стараться восполнить эту потерю энергии, расщепляя жировые запасы. И таким образом, каждое утро вы будете вставать и обнаруживать, что привычная для вас домашняя одежда становится вам большой. И достаточно, вполне достаточно нескольких недель, 3-4 недель, месяца для того, чтобы почувствовать заметный результат и уменьшиться на 1-2 размера. Ирина спрашивает, вы ничего не сказали про молочку? И если эти продукты я не переношу, чем питаться? Здесь нужно понять, существует действительно непереносимость, лактазная недостаточность, или просто, ну, не любите, человек, не привык. Если присутствует лактазная недостаточность, тогда не нужно, конечно, издеваться над своим организмом. И молочные продукты вполне можно заменить ломтиком сыра в качестве перекуса, например, с чаем. И чашка чая с сухофруктами в следующий перекус. Но при этом сейчас на рынке появились безлактозные продукты, которые не содержат лактозу, молочный сахар. Они тоже в этом случае могут прийти на помощь. И полностью отказываться от молочных продуктов, наверное, не нужно. Если, по крайней мере, переносится нормально сыр, его нужно включать в свой ежедневный рацион, потому что он позволит нам получить необходимое количество кальция, которое, ну, женщинам просто необходимо. И чем старше мы становимся, тем больше его нам нужно. Пишет нам Алексей. Здравствуйте, Юля. Знаю, что тут много женщин, которые хотят похудеть. Я мужчина, и я мечтаю обрести свой нормальный вес. Мне 33 года, рост 159 см, вес 43. Аппетит у меня отменный, на паразитов не жалуюсь. Одно но – организму не хватает энергии. Ну, масса тела достаточно низкая для молодого человека, даже учитывая, что рост. Но, тем не менее, при таком росте это низкая масса тела. Человек хочет похудеть? Я так понимаю, что нет. Ему надо же какие-то посоветовать, может быть, продукты для энергии. Ему не хватает энергии, несмотря на то, что он много кушает. Энергия – это, конечно, прежде всего углеводы, сложные углеводы, углеводные гарниры, крупы, макаронные изделия, картофель. Ну, а также сладкие фрукты и сладкие горячие напитки. Другое дело, что причиной ощущения отсутствия энергии могут быть проблемы со здоровьем. Вот их исключить может помочь только врач. Может быть, имеет смысл обратиться или к терапевту, или, может быть, даже к психотерапевту, потому что, когда присутствует такое состояние, оно даже имеет свое название – астенический синдром. И здесь уже помогают врачи-психотерапевты. Существуют специальные препараты, которые помогают восстановить эмоциональный фон и восстановить вот это ощущение отсутствия энергии, то есть, точнее, избавиться от ощущения отсутствия энергии. Но в любом случае, начать нужно с терапевта, обратиться к врачу, который бы назначил ряд анализов, в котором можно было бы определить исходное состояние здоровья, потому что это достаточно тревожность в том, отсутствия энергии, отсутствия жизненных сил. Здравствуйте, меня зовут Халида, мне 45 лет. Несколько раз сидела на кремлевской диете. Худела, но вес вновь возвращался. У нее есть и силы, и воля, но они вместе, видимо, не дружат, и обиду заедает едой. Как ей быть? Может быть, что-то посоветовать? И вообще, это очень частая проблема, мне кажется, что худеют, потом через время вес обратно возвращается, потом опять диеты, опять возвращается, и такой бесконечный процесс. Я даже больше скажу, вес потом возвращается с плюсом. Вот в чем дело. Да, сейчас существует масса различных вариантов, так сказать, диет. Я их называю псевдодиетами. Они очень могут отличаться, но исход всегда один. Во время диеты мы теряем определенное количество килограммов, диеты прекращаются, килограммы возвращаются. Почему? Потому что все эти системы питания не учат нас главному. Они не учат нас правильно питаться. Они не учат нас правильно есть. А вот эта ситуация, когда мы на какое-то время изнуряем себя, берем себя в руки и проявляем силу воли, как мы считаем, после этого, когда мы вроде достигли желаемого веса, мы потом не знаем, как питаться дальше, вот в чем дело. И возвращаемся к прежнему режиму питания. Потому что на диете-то мы посидели, а питаться правильно не научились. Поэтому нужно строить свое питание так, чтобы каждый день мы обеспечивали свой организм всем, в чем он нуждается, как я уже говорила, и белками, и углеводами, и овощами, и фруктами, и кисломолочными продуктами. Лишь только в таком случае, когда питание полноценное и сбалансированное, возможен положительный результат. Без каких-то последствий в виде срывов, перееданий и так далее. И без ущерба для настроения. Галина пишет. Здравствуйте, как быть? У меня гипотериоз. Придерживаюсь диеты, ограничиваю себя в продуктах. Тщательно выбираю, что рекомендуется при диете в данном случае. С 2010 года набрала почти 40 кг. Гормоны почти что в норме. А вес ни в какую не снизился, и отеки не ушли. Я в отчаянии. Помогите, это не безнадежно? Нет, это не безнадежно. Но нужно проявить терпение и позаниматься своим здоровьем. Вот эта фраза «гормоны почти в норме». О чем она говорит? О том, что все-таки не совсем все в порядке. В этом случае необходимо все-таки подобрать такую дозировку препарата, при которых гормоны щитовидной железы достигнут нормы. И вот в этом случае эффективность питания, положительный эффект будет виден. Если пренебрегать визитами к врачу и невнимательно относиться, не контролировать уровень гормонов, то из этого замкнутого круга выйти не получится. И избыточный вес, проблемы избыточного веса здесь еще связаны не только с избыточным количеством жировой массы, но и с задержкой жидкости. И вот когда нормализуется гормональный фон, а это можно сделать только с помощью врача, и жидкость избыточная покинет организм, и масса тела снизится. И в дальнейшем, только тогда будет видна эффективность сбалансированного питания. Наталья Ракитина. Юлия, где купить ваши книги? Я думаю, что с этим нет никаких проблем. Самый простой способ набрать в интернете название книги, и там сразу выйдет информация, где, в каких магазинах, в интернет-магазинах. Сразу это можно будет понять. Гульнара пишет, набрала 20 кг после двух кесаревых сечений, промежуток 1 год 8 месяцев. Дети на искусственном питании, вес не уходит 78 кг, ей 42 года. Машка и повлиять. Конечно. Вот очень частая причина увеличения массы тела после родов у женщин это железодефицитная аномия. Я уже говорила, что некоторые дефицитные состояния, дефицит витаминов, минеральных веществ могут приводить к увеличению массы тела. Почему? Да потому что это защитная реакция организма. Вот когда нам чего-то не хватает, организм нам включает чувство голода для того, чтобы мы больше ели и, следовательно, восполнили дефицит того, чего нам не хватает. Но, как правило, мы начинаем есть не то, что требуется организму, и получаем массу лишних калорий. Вот она причина полноты. После родов очень часто у женщин, я повторюсь, железодефицитная аномия развивается. И ее, безусловно, нужно лечить, как любое другое заболевание. Первое, что нужно сделать, это обратиться к врачу, сдать анализ крови на железо, биохимический показатель железа. Если он ниже нормы, то тогда врачом будут назначены специальные железосодержащие препараты на определенный курс лечения. И после этого будет гораздо легче справиться с повышенным аппетитом и получить эффект безбалансированного питания. Тахмина спрашивает. Юлия, а углеводы разве не опаснее жиров? Вы знаете, нет. Дело в том, что у них разная калорийность. Жиры имеют 9 ккал на 1 грамм, а углеводы всего 4. Так же, как и белки. То есть жиры более чем в 2 раза калорийнее углеводов. Поэтому углеводы нам так не страшны, как жиры, тем более лишние жиры. Ольга пишет. Моей дочке 19 лет. Она практически не ест мясо и рыбу. Раз в год могу запихнуть в нее 100 грамм курицы. Но без сыра не может жить. Просто кусочек сыра или добавляют ее в любую пищу. Раньше у нее были шикарные волосы, а сейчас остались 2 волосинки и ногти слояц. Подскажите, пожалуйста, какими продуктами нужно дополнить ее рацион, чтобы сыр приносил больше пользы и чтобы восстановить ей и волосы, и ногти. Ну, что вам сказать. Ну, наверное, неправильно сейчас переучивать ребенка, заставлять есть то, к чему она не привыкла, от чего она отказывалась долгое время. Но главное следить за тем, чтобы в ее питании не было дефицита белка, потому что возраст такой, когда белка требуется достаточное количество, его должно быть много. Все-таки как-то повлиять на нее, чтобы она пересмотрела свое отношение к мясу, потому что красное мясо – это, пожалуй, единственный продукт, из которого в полной мере усваивается железо. Но если это пока не удается, то, по крайней мере, проконтролировать уровень железа в крови, исключить анемию, и подобрать витаминный комплекс, который бы помог восполнить дефицит тех веществ, которых не хватает в питании. Это и витамины группы В, и минеральные вещества, включая железо, ну и другие биологически активные вещества, которые необходимы, но при ограничении питания организм их не получает. Но это нужно сделать с помощью врача. Обратиться к врачу. Людмила Дроздова спрашивает, достаточно ли при похудении ходить в бассейн два раза в неделю, или надо чаще? Вполне достаточно ходить в бассейн два раза в неделю. Это очень хорошая двигательная активность, в процессе которой задействованы все группы мышц. Но при этом некоторые ограничения тоже нужно соблюдать. Я имею в виду ограничения по содержанию жира в продуктах. Юлия, здравствуйте. Протеиновые коктейли для похудения эффективны или нет? Спасибо за вопрос. Тоже очень он актуальный, он очень многих интересует. Ну, как вам сказать? В принципе, эти продукты эффективны, но их нужно правильно принимать. Дело в том, что, как правило, эти коктейли способны заменить один полноценный прием пищи. В том случае, если мы не имеем возможности полноценно пообедать или поужинать, да, вот тогда может на помощь прийти протеиновый коктейль. Но если мы будем их применять дополнительно к своему привычному рациону, то мы просто добавим лишних калорий и не похудеем. А может даже и поправимся. Поэтому, да, вполне они допустимы в нашем питании. Тем более, что они чаще всего обогащены и витаминами, и минеральными веществами, которых нам может не хватать в наших обычных продуктах. Но при этом нужно четко соблюдать либо протеиновый коктейль, либо полноценный прием пищи. И при этом нужно следить за тем, чтобы в питании было достаточно клетчатки, овощей и фруктов. Пишет нам Пашаев Рамазан. Ему 16 лет, рост 178, вес 98. Завтра хочу посидеть месяц на гречневой диете, плюс кефир. Я уже пробовала, но сорвался на третий день. И опять сорветесь. Что сделать, чтобы не сорваться? И возможно ли за месяц скинуть 15 килограмм? Вы знаете, возможно, но это совершенно бессмысленно. Я начну с последней части вашего вопроса. Дело в том, что наш организм устроен так, что не в силах расщеплять больше, чем 100-150 граммов жира в сутки. И если мы вот так посчитаем за месяц, каждый день 100-150 граммов, получится, что жира наш организм может потерять в месяц не более 5 килограммов. То есть, если мы потеряли больше, чем 5 килограммов, значит, мы потеряли не только жир. Хорошо, если мы еще потеряли лишнюю воду. Но, как правило, при этом теряются и мышцы. А вот потеря мышечной массы, вот это очень опасная ситуация, потому что именно она приводит к набору потерянных килограммов с плюсом в последующем. Потому что чем меньше у нас остается мышечной массы, тем ниже у нас энерготраты, тем меньше мы тратим калорий. И опотребляем их как раньше. Поэтому лишние килограммы возвращаются с плюсом. Как мы уже говорили, такой вопрос уже был, да, про гречневую диету. Это, по крайней мере, нелогично. Хотеть похудеть и жить на одних углеводах. Это неправильно. В первую очередь, организму необходим белок. Углеводы тоже необходимы. И овощи, и фрукты должны быть в достаточном количестве, как можно больше. А вот жиры, это, пожалуй, единственное, что нужно ограничивать. И вот только тогда будет результат. Ира, Иришка, если я постоянно на гормонах поправляюсь и постоянно на диетах, уже устала, что делать? Нужно забыть про все диеты и заняться сбалансированным питанием. Это то питание, о котором мы уже говорили. Белок, овощи, фрукты, супы, кисломолочные продукты. Часто, небольшими порциями. И следить за количеством жира в продуктах. Что касается гормонозаместительной терапии, она достаточно часто может сопровождаться задержкой жидкости, то есть отеками. А они ведь тоже имеют свое отражение на весах. И не только на весах, но и на размере одежды, которая, как правило, огорчает. Поэтому на этот период желательно следить, чтобы не было избытка соли в питании. А по возможности периодически устраивать себе бессолевые дни. Это поможет освободиться от избыточной жидкости. Юля, а как вы думаете, как люди на диете поддерживают друг друга во время похудения в социальных сетях? Насколько психологически это важно? Я думаю, что это очень важно. Это всегда очень хорошо, когда есть единомышленники. И любая проблема и трудно разрешимая ситуация становится легкой и перестает быть проблемой, когда она обсуждается с единомышленниками. Поэтому я только за такую поддержку и за формирование целых групп, которые поддерживают здоровый образ жизни и здоровое питание. Худите вместе. Да, худите вместе. Светлана спрашивает. Не могу похудеть. Набираю вес легко, а вот сбросить практически не удается. Изучила и испробовала кучу диет. Пыталась начать худеть с помощью таблеток. Но как только прекращала их пить, вес встает и обратно возвращается. За 15 лет плюс 30 килограмм. Из них 12 появилось после родов. Кесарево сечение. Дело в том, что за период вот этих самостоятельных ограничений или так называемых диет произошла значительная потеря мышечной массы. Поэтому худеется сложно, да, а набор потол веса происходит легко. Вот здесь очень важно пересмотреть свое питание в пользу белка. То есть питаться теми продуктами, от которых мы худеем, но которые не приведут нас к истощению или к какому-то дефицитному состоянию. А от чего мы худеем? Мы худеем от белковых продуктов, от овощей и фруктов, молочных продуктов и от таких блюд, как супы. Опять мы возвращаемся к тому же. И, безусловно, нужно исключить какие-то состояния, которые провоцируют увеличение массы тела. Как я уже говорила, это железодефицитная анемия. Это могут быть заболевания щитовидной железы. Чтобы их исключить, нужно сдать анализ крови на гормоны щитовидной железы. И можно сдать анализ крови на гормон, который отражает функцию гипофиза. Это пролактин. Для того, чтобы исключить нарушения и со стороны гипофиза тоже. Светлана спрашивает. Правда ли, что лучше съесть борщ на завтрак, чем йогурт или творог, так как в нем все-таки меньше калорий? И правда ли, что мучное и сладкое можно есть до 12 дней, а потом лучше воздержаться от этого терпения? Вот что касается мучного и сладкого, это правда. Лучше их есть, но если не до 12 дня, то хотя бы в первой половине дня. То есть после 5-6 вечера о них лучше забыть до завтрака. Что касается тарелки борща, вы знаете, вы, наверное, удивитесь, но лучше все-таки тарелку борща оставить для обеда или ужина. Потому что завтрак должен быть достаточно калорийным. Он дает нам энергию на весь день. А вот борщ – это вкусное, но низкокалорийное блюдо. Для завтрака его недостаточно. А для ужина – это, пожалуй, самое то, что нужно. Но дополнительно с белковым блюдом. И завтрак – это, как я уже говорила, единственный прием пищи, когда мы можем себе позволить все, что любим, без ущерба для фигуры. Используйте эту возможность. Не пренебрегайте завтраком. Не нужно заменять полноценный вкусный завтрак на тарелку супа. Лучше заменить ужин. Юлия спрашивает, как похудеть и удерживать вес в ПМП? Можно я посмотрю? Ну, я так понимаю, это либо речь идет о пожилом возрасте, когда у женщины происходит определенная гормональная перестройка, либо о другой гормональной перестройке, которая регулярно тоже происходит у каждой девушки. Но здесь такие же рекомендации, как практически во всех случаях. Единственное, что этот период, как правило, влечет за собой эти все гормональные колебания, могут повлечь за собой задержку жидкости. И вот здесь очень важно соблюдать ограничения соли, и специи, которые способствуют задержке жидкости. И стараться отказываться от продуктов, которые стимулируют нервную систему, а также могут стимулировать аппетит. Стимулировать нервную систему не в самом хорошем смысле слова, когда усиливается раздражительность, плаксивость, слезливость и так далее. То есть очень желательно отказаться от шоколада, крепкого кофе. Я уже сказала, от специй. И стараться, чтобы в питании в это время преобладали натуральные продукты. То есть овощи, фрукты, мясные или рыбные блюда, или блюда из птицы. Желательно творог. И чтобы питание было химически щадящим. Поменьше соли, поменьше специй. У нас, к сожалению, осталась одна минута. Давайте зачитаем последний вопрос. Да. И будем вынуждены прощаться с пользователями. Людмила спрашивает. А можете поведать правду о таких панацеях, как жидкий каштан, спрей, которым исхудала Татьяна Тарасова, диета Малышевой и так далее? И вообще, как правильно разобраться и понять среди многообразия интернет-советов то, что тебе нужно, и то, что правда. Какой хороший вопрос. Спасибо большое за вопрос. Я хочу сказать, что для того, чтобы разобраться, наверное, неправильно сидеть в интернете. Нужно понять, что происходит с организмом, в чем он нуждается, оценить свое исходное состояние здоровья. А это можно только с помощью врача. То есть обратиться к врачу. Что касается таких продуктов, как жидкий каштан или масло, ему подобное, что я могу сказать. Это не воздействие на причину. Для того, чтобы избавиться от какой-то проблемы, нужно воздействовать на причину. Так вот, причина обычно чаще всего в чрезмерной калорийности нашего питания за счет повышенной квоты жиров в питании. И все эти продукты не уменьшат потребляемые нами калории. Это все, я бы так сказала, отвлекающая терапия. Очень часто употребление таких продуктов привязывается к приему пищи, то есть за полчаса до или через час после еды. И это подспудно привязывает нас к соблюдению дробного режима питания. И вот здесь уже начинается полезный эффект. То есть не продукт виноват, не препарат, а то, как мы себя ведем и какой режим питания мы себе формируем. Поэтому, если у вас правильно построен рацион, то вам не понадобятся эти дополнительные продукты. Что касается остальных диет, нужно помнить о том, что одной таблеткой мы не вылечим общую проблему. Мы не вылечим все наши проблемы, даже если они общие. Потому что причины могут отличаться, причины могут быть разные. И для того, чтобы правильно корректировать ситуацию, нужно сначала найти причину, а это можно сделать, обратившись к врачу, и затем уже на нее правильно воздействовать. То есть было бы неправильно, если мы приобретаем какую-то проблему со здоровьем, вот мы заболели. Наверное, было бы логичнее в этой ситуации пойти к врачу, чем сидеть с какими-то источниками информации и примерять на себя каждый из советов, который нам попадается. Потому что мы можем потерять время, а следовательно и здоровье. Главное, чтобы эта потеря не была необратимой. Поэтому лучше все-таки сначала обратиться к врачу, который поможет подобрать именно тот путь, который необходим исключительно вам. Спасибо вам большое, Юля. Надеюсь, что вы помогли нашим многим пользователям. Может быть, они теперь похудеют, им получится, прислушаются к советам. Спасибо, что пришли к нам в гости. Будем ждать вас еще. Спасибо. Спасибо большое. Всем пока-пока.